Всем привет, с вами Ништярик и сегодня поиграем в Warface в режиме Королевская Битва. Погнали! Изначально у меня этот режим сильно лагал после того, как ввели это обновление, но спустя некоторое время, я имею ввиду несколько дней, недели, я точно не помню, эта карта стала намного меньше лагать и я решил попробовать снять видео. Я, конечно, делал какие-то попытки снять на видео первое место, но с такими лагами это очень трудно. Но, ладно, давайте хотя бы это посмотрим, все-таки хотя бы фраги-то сделать надо. Так, бежим за чуваком, вначале мы встречали одного чувака, у него, по-моему, там оружие было, поэтому я не стал на него идти, на всякий случай. Так, поэтому сейчас идем за этим чуваком, он нас не видит, он там сбоку вышел чувак, он нас, скорее всего, увидит, наверное, так, оп, ой-ой-ой-ой, ой, уф, еле выжил. Так, ай, зачем я сюда иду, нет-нет, давай вот, да, сюда-сюда. Топает, он рядом, вот где, на, вот видите, как у меня из-за лагов проседает фпс, просто урон вблизи с дробовика, просто маленький крест выдал, это фигово. Ну, да ладно, главное, что повезло, что убили. Так, сейчас выберем какое-нибудь оружие, джек-хаммер, ну, это что-то, тип дробовик, что ли. Так, спрыгиваем вниз, так, так, ой-ой-ой, штурм... Ай, с писта замочили. Ну, ладно, давайте другую игру посмотрим. Как жаль, что мне этот штурмовик замочил из пистолета. Ну, ладно, так уж получилось. В принципе, если фпс у меня не проседал, может быть, я его с дробовика и вынес с джек-хаммера. Так, ладно, снова рыщем в поисках оружия. Бэт-мп-9. Так, ну, давайте снимем глушак лучше. На всякий случай, я вообще не знаю. Я вообще, по-моему, чуть ли не в первый раз, что ли, это оружие вижу. Не перепоминаю я такого оружия. Ну, с виду это как пп, наверное, все-таки за инженера, поэтому... Поэтому все-таки это будет правильным решением снять глушитель. Так, мы видели врага на холме. Вот он. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да. Только подкотель. Ну, попробуем с ножа. Оп. Так, это у него что там, пистолет был? Да, это, видимо, был пистолет, раз у него ничего... Ничего не выпало. Ну, ладно. Так, надо еще поискать оружие. Потому что у моего основного оружия, которое я нашел, уже патронов нету. Так, о! Утас. Уц. Так, к сожалению, глушак никакой из этих нельзя снять. Только на выбор, если взять. Ну, естественно, выберем тот, что получше. Так, здесь у нас в ящике что есть? Эй, пустой ящик. Да, немножечко решили, видимо, подшутить разработчики. Так, оставить пустые ящики. Так, МЦ за медика. Нет, пожалуй, брать не буду. Не внушает он мне какого-то доверия. Оставим вот Асут с 15. Да. Мне слишком часто в этой игре почему-то попадаются пустые ящики. Ну, может быть, это еще не только попадались пустые ящики из-за того, что разработчики так сделали. Может, еще потому что, ну, враги пробегали там, собирали. Это... Ну, 50 на 50 где-то так. Так, ну, а мы продолжаем рыскать по карте. Видим врага. Так, фул, фул. Отлично. Это мне сейчас повезло, что с лагами я его почти сваншотил. На более-менее такой средненькой дистанции. Ну, скорее, это, наверное, ближняя получается дистанция. Так, оружие. Нет, не будем брать. Тем более патронов немного. Да еще инженерный ПП. И с него, если убить, то только в голову. Ну, по телу, конечно, можно, но... Нужно как можно больше попадать патронами в тело. Патронов много. И меткость у меня низкая. Поэтому лучше оставлю дробовик. 10 патронов. Так. Это у нас тут с неба упало на парашютике. Что это у нас? Х-308. Так. У нас парень там прячется. Ну, со снайперской винтовкой, не знаю. Я не очень управляюсь хорошо. Да еще и с такими лагами. Поэтому лучше возьму обратно утаз. Упс. 15. Вот он, наш снайпереныш. Так. Уже осталось три игрока. Включай меня. Так. Так. Зона уже сужается. Так. Есть кто-нибудь? Никого пока что не вижу. Либо, может, невнимательно смотрю. Так. Здесь ничего. Так. Отойдем от зоны. Ай, блин. У этого чувака тоже был утосус. Эх. Как жалко. Зато третье место занял. Топ-3 попал. И то нормально. Вон, я установил значки, связанные с Евро-2016. Ну, а я на этом заканчиваю. С вами был Иштярик. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok